Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но именно сейчас мы с вами в стране безопасности, и у нас наступило время полуфинала. Но прежде чем представить его участников, я предлагаю посмотреть на турнирную таблицу, куда уже занесены результаты всех команд, которые принимали участие в игре. Итак, внимание на экран. Итак, по результатам 20 соревновательных дней в полуфинал вышли две команды. Это команда номер один, Ярослав и Варвара, и команда номер два, Влад и Алиса. Ребята, привет! Привет! Я очень рада нашей новой встрече. Расстановка сил вам уже ясна. У команды Ярослава и Варя 34 балла, у команды Влада и Алисы 33. Но это ведь не повод расстраиваться, ведь сегодняшняя игра может все изменить. А пока я хочу вам задать по одному вопросу. Ярослав, давай я начну с тебя. Как ты провел лето? Мне запомнилось лето, мне запомнилось то, что мы гуляли по городу с папой и с мамой. И мне запомнилось то, что мама всегда шастала по магазинам. Магазин это вообще круто. Варя, как я уже говорила, мы успели познакомиться. Я знаю, что твоя мама работает в госавтоинспекции. Расскажи, почему так важно соблюдать правила дорожного движения с самого маленького возраста? Потому что, чтобы остаться хоть живым, хоть бы в маленьком возрасте, и чтобы все в твоей безопасности было хорошо. И ты жил спокойно. Алиса, теперь вопрос к тебе. За время твоего участия в стране безопасности мы уже успели с тобой хорошо познакомиться. И я знаю, что в твоей семье произошло очень важное и интересное событие. У тебя появился брат Дима, которому сейчас полтора месяца. Расскажи, родители учат тебя, как правильно с ним обращаться? Да, они мне разрешают ему надевать носочки, чтобы он не заболел. Влад, ну и наконец вопрос к тебе. Как к самому серьезному и рассудительному из всех тех, кто сегодня здесь собрался. Расскажи, что тебе удалось узнать интересного в стране безопасности? Что нельзя пользоваться газом, когда ты дома один. Нельзя пользоваться дымом. Нельзя пользоваться водопроводом, не выключая его. Нельзя пользоваться спичками, всякими таблетками, их нельзя есть. В случае возникновения пожара нужно звонить по номерам 101 или 112. Умница. Ребята, спасибо за ваши ответы. Ну а самое время приступать к соревнованиям. Как и в прошлый раз, будет три конкурса. Но отличия тоже есть. Будет учитываться не только правильный ответ, но и скорость. Итак, первая тема. Она называется «Погрибы по ягодам». В карточках, которые я вам раздам, полезные вы будете помечать плюсом, как показано сейчас на экране, а вредные – минусом. За каждый правильный ответ можно получить один балл. За каждый неправильный – этот же один балл. Я у вас заберу. Можно набрать дополнительные баллы, если у вас получится назвать точно вредные грибы и ягоды. Но здесь действует тоже правило. Если отвечаете правильно, то получаете два очка. Если неправильно, то два очка я у вас забираю. Готовы? Да. Да. Балина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Время подводить итоги. Сдавайте мне свои карточки. И внимание на экран. Так, я смотрю, пока что все отвечают правильно. А вот ошибочка уже у нас есть у команды Варвары Ярослава. Здесь тоже все ответили верно, молодцы. Этот гриб тоже все знают. Итак, ребята, мы посмотрели с вами на экран и время подводить итоги. В карточке Алисы и Влада 8 правильных ответов. За это они получают 8 очков к тем 33, которые уже у вас были. Значит, сколько баллов у вас? 41. 41. А вот в карточке Ярослава и Варвары только 5 правильных ответов. И поэтому вы зарабатываете в этом конкурсе 2 балла. И у вас 36. Но это еще не все. В этом конкурсе есть возможность заработать дополнительные баллы. Для этого вам нужно будет назвать точно название вредных грибов и ягод. Если отвечаете правильно, то 2 балла зарабатываете. Если ваш ответ не верный, то 2 балла я у вас забираю. Итак, ребята, проведем жеребьевку. Та команда, которая угадает, в какой руке у меня находится фишка, та отвечает первая. Готовы? Варвара, так как ваша команда с наименьшим количеством баллов на данный момент, то вам право выбора. В какой руке? Угадали. Итак, смотрим на экран. Слайд у нас на экране. Вы видите 4 картинки. Варвара, Ярослав, какую картинку вы хотите? Давайте третью. Третью. Вы знаете на нее ответ? Мухомор. Правильный ответ это вы зарабатываете 2 балла. Итак, очередь команды Влада и Алисы. Будете отвечать на дополнительные? Да. Какую картинку вы выбираете? Четвертую. Что на ней изображено? Волчья лыка. Правильно, вы тоже зарабатываете 2 балла. Я вас поздравляю. Итак, ваша очередь. Первая. Будете отвечать. Первая картинка, на которой изображено? Поганка. Поганка. Это правильный ответ. Еще 2 балла у вас в копилке. Остается четвертая картинка. Если хотите, можете на нее ответить, рискнуть. Если нет, можете. Значит, что там изображено? Ландыш. Это ландыш, конечно же. Это ядовитая ягода, которая образуется после цветения ландыша. Это тоже правильный ответ. Итак, в вашей копилке за дополнительные вопросы 4 балла. И Влад с Алисой тоже зарабатывает дополнительные 4 балла. Итак, посчитаем, сколько очков на данный момент у ваших команд? У нас 45. 45. У команды Варвары и Ярослава 40. Ура! Ура! Мы с вами уже не раз в стране безопасности говорили о правилах поведения. И сейчас я буду задавать вам вопрос, за правильный ответ на который вы сможете заработать 3 балла. Если же команда отвечает неправильно, то право ответа переходит к соперникам. Для того, чтобы определиться, кто первый будет отвечать, проведем жеребьевку. Как и в прошлый раз, я достаю фишку. Ну и на этот раз право выбора я предоставляю команде Влада и Алисы. Вы так готовы? Да. Итак, в какой руке? Правильно. Итак, вам предоставляется право отвечать первыми. Какие опасности могут подстерегать вас дома? И как правильно их избежать? Нас подстерегают всякие таблетки и лекарства. Не нужно их брать и есть. Нас может подстерегать опасность дома – это нож. Потому что если дети возьмут нож, они могут порезаться. Какие еще опасности могут нас подстерегать дома? А в чем их опасность? В том, что ты можешь не знать правила, как ими пользоваться. Зажжешь спичку, испугаешься ее, и она на пол. Потом пол зажжется и все, дом сгорит. Ребята, а кто может пользоваться спичками? Только взрослые. Конечно, совершенно верно. А какие еще опасности дома? Нас могут подстерегать еще всякие крыши, подвалы. Мы можем не заметить какую-нибудь железку и споткнуться на нее и упасть. Как же избежать эту опасность? Нужно не лазить во всякие подвалы и крыши. Не лазить по крышам и не спускаться в подвалы? Да. Это все, что вы хотели назвать? Да. Итак, ребята, молодцы. Вы назвали немало опасностей, которые могут подстерегать нас дома. Острый нож, которым можно пораниться. И что еще Влад называл? Спички. Подвалы. Подвалы. Крыши. И таблетки еще. И лекарства, которые брать нельзя без разрешения взрослых. И за правильный ответ вы зарабатываете 15 баллов, и общая сумма у вас получается 60. Это хороший результат. Ну что ж, если больше у вас ответов нету, то я предоставляю право ответа второй команде. Итак, какие же неприятности могут нас подстерегать дома, и как их нужно обходить для того, чтобы не попасть в беду? Нельзя вешать вещи над плитой, потому что когда могут загореться вещи, могут случиться пожар. Лучше их повесить на балкон или на батарею. Да, конечно. Нужно остерегаться электроприборы, потому что они, если их не выключить из розетки, ну, допустим, ты пошел гулять, ну, и забыл выключить утюг, он может устроить пожар и может, ну, сгореть розеткой еще. То есть нельзя оставлять включенными электроприборы без взрослых, да? Да. А можно ли пользоваться электроприборами самостоятельно? Нет, нельзя, потому что есть шанс, что что-то случится плохое. То есть использовать электроприборы можно только в присутствии взрослых? Конечно, это правильный ответ. Надо закрывать за собой двери, потому что воры могут войти и все украсть. Но это уже не опасность. Это не опасность. С тобой ничего случиться-то не может. Ну, а вдруг может что-нибудь... Ну, а... Могут тебя взять и украсть. Когда ты работаешь с газом, его надо все время выключать. А если ты не выключишь и не нажмешь на какие-то такие плиты, которые без этих ручек можешь не нажать на кнопку, может пойти дым. Надо выключать за собой воду, а то она же тоже тратится. Ее надо беречь. И так все фабрики загрязняют ее, так лучше ее проберечь. А еще, если рядом воды вообще электричество, то даже рядом нельзя, чтобы была вода и электричество были вместе. Ярослава. Еще нельзя в розетку сувать проволоки, а то тебя может ударить током. Нужно знать безопасность с электроприборами и с розетками. Итак, ребята, время подводить итоги нашего второго конкурсного испытания. По результатам которого команда Ярослава и Варя зарабатывает 64 балла, а команда Влада и Алисы 63 балла. Вы молодцы, это хороший результат, но у нас впереди ждет финальное испытание. На этот раз это тоже загадка, но она будет намного сложнее, потому что ее ответ будет состоять из двух слов. В каждой команде у вас два участника. Первый из них, а вы определитесь сами, кто это будет, будет отвечать на первую половину этой загадки и записывать свой вариант ответа на отдельном листе. Второй участник команды дослушает загадку до конца и свой вариант ответа тоже запишет на своем отдельном листе. Если варианты ответов у вас будут совпадать, то вы сможете заработать 4 балла, и это будет означать, что вы настоящая команда. Ну что ж, давайте выберем, кто же будет первым отвечать и писать ответ на загадку. В вашей команде Ярослав, вот тебе ручка. А в команде вашей, кто будет первым писать? Влад, держи. Итак, вот вам листики, на которых вы будете записывать свой вариант ответа. Итак, внимание, начало. Место есть для перехода, это знают пешеходы. Не подсматриваем. И свои листики переворачиваем. Переворачиваем правильные ответы. Открываем глаза. Итак, вторые участники команд. Слушаем внимательно загадку. Место есть для перехода. Это знают пешеходы. Нам его разлиновали. Где ходить, всем указали. Итак, ребята, каждый записал свой вариант ответа. Давайте посмотрим, что же у кого получилось. Берите листики и читайте. Влад, какой у тебя вариант ответа? Пешеходный переход. Так, Алиса, твой? Пешеходный переход. Правильно, конечно же, пешеходный переход. Вы зарабатываете 4 балла. Молодцы, поздравляю вас. Итак, Ярослав, твой вариант ответа? Зебра. Варя, твой вариант ответа? Зебра. Итак, ребята, все конкурсы сыграны. Время подводить итоги нашего полуфинала. Итак, по результатам трех конкурсных испытаний команда Влада и Алиса зарабатывает 67 баллов. Я вас поздравляю. Молодцы. А команда Ярослава и Варя зарабатывает 68 баллов. И вы сегодня являетесь победителями нашего полуфинала. Я вас поздравляю. Ребята, вы заслуженно получаете звание экспертов по детской безопасности. И эти подарки. Но ведь это не самое главное. Самое главное – это ваши знания. И теперь мы можем с уверенностью сказать, что о правилах безопасного поведения вы знаете намного больше. А это самый главный результат. Ура! Ура! Ну что, ребята, до скорой встречи в стране безопасности. До скорой встречи! Всем пока! Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97.